Привет! А в этом видео мы с Бабушкой Специи расскажем о самых популярных рецептах в лечении пневмонии народными средствами. Заболевание пневмонии относится к опасным заболеваниям, характеризуется тяжелым воспалением легких. При возникновении первых признаков недолго следует немедленно обращаться к врачу, иначе возможно развитие неблагоприятных последствий для здоровья и жизни. Ни одно лечение воспаления легких не проходит с использованием медикаментов, однако достаточно эффективно и лечение пневмонии народными средствами. Пользуясь народными рецептами, сочетая их с лекарственными средствами, можно вылечить болезнь намного быстрее. Народные способы лечения в борьбе с воспалением легких имеют много положительных результатов. Многие люди давно используют народные рецепты еще с тех времен, когда лекарств от пневмонии не было. Для лечения пневмонии используют следующие способы. Настои, отвары из лекарственных растений, компрессы, примочки. Действенность народных методов вполне очевидна, так как в природных составляющих входят нужные вещества и микроэлементы, необходимые для больного, чтобы облегчить развитие болезни и быстрее поправиться. Лечить воспаление легких следует вместе с терапией, которую назначает лечащий врач. Достаточно тяжело развивается заболевание у людей в пожилом возрасте. Болезни атакуют их чаще, чем в молодости. Лечение пневмонии у взрослых проходит сложнее по причине сопутствующих заболеваний, при которых не все препараты могут подойти. В данном случае народные средства от воспаления легких нередко ставят на первый план. Итак, рассмотрим несколько рецептов народной медицины для лечения пневмонии. Травяной настой Необходимо соединить душицу с корнем и листьями мать и мачехи. Залить смесь горячей водой, оставить настаиваться на протяжении часа. Процедить настой и пить полстакана два раза в день перед употреблением пищи. Средства на меде Для настоя на меде потребуется смешать чайную ложку меда, столовую ложку анисовых семян и соли. Это все довести до кипения. Настой процедить и употреблять каждые два часа. При воспалении легких используют теплый компресс на основе меда с добавлением горчицы и водки. Необходимо смешать в равных пропорциях все ингредиенты и положить компресс на всю ночь между лопаток на правую область груди. Для приготовления отвара из алоэ и меда следует измельчить лист столетника, добавить 300 грамм меда и залить полстаканом воды. Проварить смесь два часа. Пить одну большую ложку три раза в день. Отвар из лекарственных трав. Взять в равных пропорциях корень алтея, шалфей, солодку, почки сосны, анис. Вскипятить воду и залить смешанные компоненты. Употреблять отвар в течение недели. Одна четвертая стакана через каждые три часа. Рецепты из алоэ. Вылечить пневмонию поможет бальзам, приготовленный из листьев столетника, залитых медом, который предварительно разбавленный кагором. Бальзам нужно настоять на протяжении двух недель. Пить перед приемом пищи три раза в день. Эффективным и вкусным рецептом является настой из алоэ и почек березы. Смешивается мед с кагором в пропорции один к одному. Также необходим светлый виноград, два стакана. Лист алоэ, большая ложка почек березы. Настаивать смесь на протяжении недели. Употреблять на день по 60 грамм. Компресс из подорожника. Этот способ довольно простой. Необходимо приложить вымытые листья подорожника на грудную клетку и спину. Поверх положить ткань и обмотаться телофаном. Затем можно одеться в теплый свитер, либо плотно укутаться одеялом. На утро симптомы болезни должны пройти. Чеснок и лук. Среди множества рецептов при болезни легких в лечении не обходится без чеснока и лука. Овощи полезны при ослабленном организме, так как в них присутствуют фитонциды, искусственные антибиотики, которые способствуют очистке и укреплению дыхательной системы. При пневмонии острого течения отличный помощник – это сок из чеснока. Для его приготовления необходимо измельчить чеснок и положить в емкость, плотно закрыв крышкой. Чеснок должен пустить в сок в течение 3 часов. Затем к соку влить 1 литр кагора и оставить настаивать смесь на протяжении 2 недель. Полученный настой отфильтровать. Пить каждый час 1 большую ложку. Данное народное средство поможет и при гнойной пневмонии. Можно приготовить настой из чеснока. Потребуется измельчить 10 головок продукта и залить 1 литром водки. Поставить в темное место и настаивать на протяжении 8 дней. Отличное средство от пневмонии – это отвар из молока и лука. Нужно сварить в молоке 2 луковицы в течение 5 минут. Процедить и настаивать отвар 4 часа. Пить по 1 ложке через каждые 3 часа. Народные средства очень действенные и эффективные. Хорошие помощники, чтобы вылечивать пневмонию. Благодаря свойствам народной медицины можно повысить иммунитет, активизировать защитную силу при борьбе с недугом, а также быстро поправиться. При лечении важно следовать рекомендации специалиста и помнить, что данные средства являются вспомогательным элементом основной терапии. Помните, что пневмония – это серьезное заболевание, которое может закончиться летальным исходом. Поэтому к лечению следует относиться ответственно, применяя средства официальной и нетрадиционной медицины. Крепкого вам иммунитета! Будьте здоровы! Продолжение следует...